Привет, друзья. Ладно, я вам покажу коротенько по ходу, как сильно помогает самомассаж головы и шеи. Лучше думать и лучше себя чувствовать. Это короткое видео, но очень полезное для тех, у кого напряжение, страхи, может быть давление повышается, может быть тревожность повышается. Посмотрите, я вам говорил уже о том, что у меня организм как индикатор. При смене погоды у меня состояние меняется. Я в тот случай чувствую всякие перемены. И вот когда, например, у меня какое-то волнение, беспокойство или еще чего-то, ну допустим, тревога появилась или голова заболела. Просто беру кулак. И просто беру вот так, смотрите. И вот так вот делаю. И здесь. А вы знаете, это же так просто. Берешь кулак, кулак берешь, ну вот, краски падут. Вот, на бок с ними. Смотрите как. Еще раз. Кулак берешь и массируешь вот здесь себе шею. Ну не так фанатично, а вот так, как тебе удобно и как легче. Потому что вот здесь находится, под затылочным бубром, выход затылочного нерва, который контролирует ситуацию глаза. После этого проясняется зрение, улучшается кровоток мозга, и с левой стороны. Потом берешь, напоминаю еще раз, вот здесь находишь точки болезнений, это рукой держишь и разминаешь. Находишь наиболее болезненное и разминаешь. Ну возьми ты так, сделай два-три раза в день, по полминутки. И ты почувствуешь, что тебе легче думать. Легче думать, потому что кровоснабжение мозга улучшается. Слушайте, это приятная вещь такая, потому что ты действительно реально получаешь результат. А я-то на себе все проверяю. я получаю сотни отзывов. Откуда я беру материал? От ваших отзывов? Вы пишите мне там, пишите комменты, пишите под видео. Да, как у вас это получается? Подскажу еще. Когда я вижу обратную связь, я больше раскрою вам маленьких, полезных, дам советов. И еще есть такой совет, который называется обжатие головы. Чтобы улучшить кровоток, чтобы снять спазму сосудов, чтобы голова лучше работала, вы просто обжимаете, вот так, себе, голову, вот так, двумя руками. После этого отпустите себя. У вас такое свободное состояние. Кровоток улучшается, кислород больше поступает в клеточки мозга, доставляет туда питание, кровь. Все вещества, которые нужны нейронам головного мозга, баланс восстанавливается, вы начинаете свободнее дышать, вам становится легче. Поделайте так пару раз. Может быть, этот прием вам подойдет. А если вы чувствуете, что вам трудно это делать, не делайте. Потому что у нас принцип подбора путем перебора. Я вам даю некоторые варианты, вы перебираете то, что вам подходит. А то, что не подходит, отбрасывайте. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok